Сегодня в Амстердаме начался уголовный процесс над обвиняемыми по делу о крушении Боинга. Это трое граждан России. Бывший министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Гиркин, он же Стрелков, он же Стрелок. Старший офицер ГРУ в отставке Сергей Дубинский, он же Хмурый. Офицер запаса Олег Пулатов, он же Гюрза. И гражданин Украины Леонид Харченко, он же Крот. Все четверо обвиняются по двум статьям Уголовного кодекса Нидерландов. Это умышленное убийство 298 человек и преднамеренное уничтожение самолета. Ранее Международная следственная группа установила, что рейс MH17 был сбит из российского зенитного ракетного комплекса «Бук». Россия свою роль в катастрофе Боинга отрицает. В 2018 году расследовательская группа «Беллингкэт» заявила, что «Бук», из которого сбили самолет, был доставлен офицером ГРУ Олегом Иванниковым. Но сегодня прокуроры предоставили новую информацию. Подробности нам сейчас расскажет шеф Европейского бюро РТВА Константин Гальденцвай, который присоединяется к нам в прямом эфире из Амстердама. Костя, привет. Из материалов обвинения следует, что из России в Украину направлялась даже не одна установка «Бук», не один зенитный ракетный комплекс. Да, совершенно верно. По словам голландских прокуроров, которых мы сегодня слышали, действительно выяснилась любопытная деталь. Вот тогда из-под Курска с 53-й зенитно-ракетной бригады в Восточную Украину в июле 2014 года была направлена не одна, а по меньшей мере две установки «Бук». И вот одна из них, та самая, которая, согласно расследованию «Беллингкэт», сопровождалась офицером ГРУ Иванниковым, вышла из строя, прошла поломка до Донбасса. Она, судя по всему, так и не доехала. И вот тот самый злополучный запуск ракеты был произведен из уже второго «Бука», которая, собственно, и привела к трагедии. Причем причастны к ней, судя по материалам уголовного дела, которые в ближайшие дни и месяцы будут оглашаться здесь, вот в этом здании специальном суда, расположенном, к слову, буквально в шаге от аэропорта Амстердама, из которого и вылетел тот самый рейс MH17. Так вот, мы услышим, вероятно, еще много интересных фамилий и много интересного из материалов этого уголовного дела, в частности, фамилии высокопоставленных российских чиновников, которые пока что без предъявления им обвинения фигурируют в материалах гособвинения. Ну, например, речь о заверениях теперь уже бывшего главы президента России Владислава Суркова в его телефонных переговорах с экс-главой самопроглашенной ДНР Александром Бородаем. В этих переговорах Сурков обещает на высочайшем военном уровне разрешить вопрос с оказанием Москвой военной поддержки сепаратистам. Об этом мы тоже, видимо, в ближайшее время услышим. Ну, а сегодня, Гарри, был скорее формальный протокольный день, суд только приступал к слушаниям, но день исторический и символически крайне важный для десятков родственников погибших, которые вновь съехались сегодня сюда, в Голландию, в Амстердам. И, пожалуй, вот самым эмоциональным в этом, во всем, а это беспрецедентный для Нидерландов судебный процесс. Ничего подобного, подобной трагедии за всю послевоенную историю Нидерландов, каждый третий погибший гражданин Голландии, не было. И вот, пожалуй, самым эмоциональным сегодня на суде был тот момент, когда в присутствии родственников погибших в абсолютной тишине гособвинитель одну за другой стал называть фамилии погибших. Погибших, в том числе, вероятно, при содействии тех самых четырех подсудимых, имена которых ты назвал. Ну, как это было? Следствием действий, совершенных обвиняемыми, стал гибель невиновных людей. Ван Амран Бин Ван Хусин, Юджин Чуджин Лион, Ахмад Хакими Бин Ханапи, Мухаммад Фирдауш Бин Абдул Раим. Этот список, Гарри, представители голландской прокуратуры сегодня зачитывали очень неспешно, подчеркнуто, тихо, медленно. И уже вот это напоминало о масштабе произошедшей почти шесть лет назад трагедии. За речами гособвинителей из специально построенного пресс-центра, он сейчас по левую руку от меня, следило сотни журналистов. Из зала суда близкие погибших и официальные представители многих стран. Что интересно, от России здесь не было ни одного официального представителя. Хотя все трое из четырех подсудимых, это Стрелков, он же Гиркин, Дубинский и Пулатов, являются гражданами России. Четвертый, господин Харченко, является гражданином Украины, но и он, судя по всему, скрывается либо на территории Донбасса, либо в России от голландского правосудия. Напомним, российская конституция запрещает выдавать своих граждан за рубеж, чем, собственно, и воспользовались подсудимые. Но, в свою очередь, голландское законодательство не исключает возможность вот такого заочного суда. В итоге, сегодня на скамье подсудимых предсказуемо не было никого. Суд, удостоверившись в этом, сразу же возобновил после этого свою работу. Согласно законам Нидерландов, суд обязан вначале удостовериться, присутствуют ли на слушаниях обвиняемые, либо их адвокаты. Если их нет, необходимо выяснить, было ли сделано все возможное, чтобы уведомить подсудимых о том, что по делу против них начинаются слушания и о сути предъявляемых им обвинений. А поскольку сделано это было, суд вправе продолжать свою работу даже без них. Каждый из четырех обвиняемых, как заявляли сегодня представители гособвинения, был уведомлен о том, что этот суд состоится. Причем задействованы были все возможные способы. Профили в социальных сетях, связь по скайпу, телефон, смс, почта. Все возможные способы для того, чтобы пригласить сюда обвиняемых и уведомить их о том, что представляют собой обвинения, выдвигаемые против них. С точки зрения прокуратуры, они отвечали за то, чтобы к 17 июля 2014 года установка БУК была переброшена на территорию Восточной Украины и дислоцирована на том самом месте, откуда и была выпущена ракета, сбившая гражданский самолет. Выполнял рейс MH17. Четверо обвиняемых видели, как оружие преступления было возвращено в Россию. И всех четверых за уничтожение самолета, повлекшее гибель находившихся в нем людей, предлагается привлечь к ответственности по 289 и 287 статьям Уголовного кодекса Нидерландов. Умысленное убийство и преднамеренное уничтожение самолета. Обвинения по таким статьям подразумевают пожизненное лишение свободы. А в случае с голландской юстицией пожизненный срок означает в самом деле пожизненный. И это при том, что, как подчеркнули сегодня на суде, эти четверо, что называется, не нажимали на кнопку на том самом буке и не отдавали приказ о его переброске на территорию Восточной Украины. Но они сыграли важную роль в том, чтобы сопровождать этот бук, в том, чтобы дислоцировать его рядом с населенным пунктом Первомайская, откуда, собственно, и была выпущена ракета. И за то, чтобы уже без одной ракеты, как мы видели это на верифицированных следствиям фото и видеокадрах, этот бук был отправлен назад в Россию. При этом вопрос, целились ли сепаратисты, российские военнослужащие по военному борту или по гражданскому, на ход судебного процесса, как заявили сегодня, решающего значения не окажет. Гарри. Костя, а рассматривал ли суд вопрос о том, что Украина должна была закрыть свое воздушное пространство, если рассматривал, то в каком ключе? Да, представители гособвинения сегодня с самого начала заявили, что этот вопрос на этих судебных слушаниях не требует отдельного рассмотрения. И вот почему я процитирую представителей прокуратуры Нидерландов. Каким бы ни был ответ на этот вопрос, это не освобождает виновных в пуске ракеты по гражданскому лайнеру от уголовной ответственности. Однако именно к этому вопросу сегодня же вернулись адвокаты одного из обвиняемых, Олега Пулатова. Он вообще единственный из подсудимых, кто воспользовался своим правом на защиту. И вот представлявшие его интересы голландские юристы сегодня стали задавать этот вопрос. А почему же Украина не закрыла свое воздушное пространство? И как знать, едва ли, едва ли бы к этой трагедии, до этой трагедии дело дошло, если бы воздушное пространство над Донбассом было закрыто украинскими авиационными властями. Пулатов единственный, кто не через СМИ, а почти напрямую через своих адвокатов здесь высказался по сути выдвигаемых к нему обвинений. И вот что говорят его защитники одновременно, здесь же, в очень деликатной ситуации, подчеркивая свое уважение к находящимся тут же родственникам погибших. Олег Пулатов заявляет, что не несет никакой ответственности за катастрофу MH17, ни непосредственным участием в произошедшем, ни в какой-либо иной форме. Проще говоря, он не имеет никакого отношения к сбитому элайнеру MH17. И именно поэтому он хочет защищать себя в суде против тех обвинений, которые были выдвинуты в его адрес. У Олега Пулатова здесь же есть и российский адвокат Елена Кутина. Российскую защитницу телезрители в России знают, к слову, как ведущую судебных телевизионных шоу. Но в остальном больше, кроме госпожи Кутины, ни одного представителя России здесь мы не видели. И Россия продолжает считать этот процесс необъективным и выдвигать претензии к международной, к совместной следственной группе в том, что саму Москву не пригласили к этой работе, к расследованию этой трагедии. Ну, один из родственников погибших, Питер Плюк, который возглавляет фонд жертв, фонд родственников погибших рейса MH17, на эти претензии Москвы в интервью RTVI нам сегодня сказал вот что. Нельзя же просить преступника участвовать в расследовании совершенного им же преступления. В целом, в отличие от официальной Москвы, все родственники, с которыми нам удалось пообщаться здесь, в Амстердаме, высказались с доверием, высказывают свое доверие как по отношению к голландской прокуратуре, полиции, совместной следственной группе, так и к голландскому суду, который ведет это дело. И многие, к слову, приехали сюда, в Амстердам, с требованием внушительных денежных компенсаций по отношению к тем, кто несет ответственность за трагедию, произошедшую с их близкими. Гарри. Кося, вот никто из обвиняемых предсказуемо не появился на скамье подсудимых. Что о таком заученном правосудии думают родственники погибших? Ведь выходят, те, кто, вероятно, причастен к убийству их близких, наказание за это не понесет. Ну, мы много говорили сегодня с близкими погибших, и сегодня, и накануне, за эти годы, они привыкли к тому, что Москва не просто не верит совместной следственной группе международной, но и игнорирует конкретные запросы, которые в том числе отсюда, из Голландии, поступали в официальной Москве. Вчера у российского посольства в Гааге, в связи с этим, в знак протеста против нежелания России сотрудничать с совместной следственной группой, с судом, прошла акция памяти, которую устроили сами родственники погибших. Они перед входом в российскую депмиссию выставили 298 пустых стульев по числу погибших на борту малайзийского Боинга. В память о каждом из его пассажиров. Они установили плакаты с требованиями справедливости в этом деле, с русскими словами о том, что человечность превыше политики. Но проводят родственники погибших вот такую акцию уже третий раз, и в третий раз из российской депмиссии, из российского посольства, к ним и накануне не вышел никто. Вот что об этом говорят родственники. Мы с самого начала понимали, что не увидим на скамье подсудимых самих обвиняемых. Нам известно, что Конституция России запрещает экстрадицию ее граждан. Однако важно, что сам по себе суд состоится, пускай и их осудят в их же отсутствии. Главное для меня, что доказательства вины этих людей за пять лет работы международной следственной группы были тщательно собраны, и все они теперь будут публично озвучены, после чего суд вынесет приговор. Российское правительство – вот кто для меня несет ответственность за произошедшее. И лично господин Путин. Простите, но он должен ответить за это. Разве он не главнокомандующий собственной армии? Ну, к этому сложно что добавить, разве того, что напомнить, что фигурантами этого дела нидерландское следствие пока что определило не военно-политическое руководство России и не рядовых военнослужащих, обслуживавших тот самый БУК, а российских офицеров и пророссийских симпатистов, скажем так, среднего звена. Да, Костя, а вот четверо подсудимых не являются, да, они не являются ни непосредственными исполнителями преступления, они не запускали ту самую ракету, они не являются заказчиками, они не давали приказа переброски БУКа из-под Курска в Донбасс. Вот следует ли ожидать, что в ходе слушаний список обвиняемых пополнится кем-то еще? Ну, такая возможность, как заявили нам сегодня представители суда, существует как минимум теоретически, и, кстати, среди вероятных претендентов на расширение этого списка голландские следователи и голландские журналисты называли раньше Владимира Цемаха, напомню, в июле 2014 года именно господин Цемах возглавлял систему ПВО, так называемой первой славянской бригадой, не случайно именно Цемаха, напомню, минувшей осенью Москва выцепила, что называется, к себе в рамках обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. Пополнить список обвиняемых, подсудимых могут как непосредственно предполагаемые исполнители, так и непосредственные организаторы преступления. Об этом в интервью RTVI заявила официальный представитель суда сегодня Марая Кнайф. Она заявила о том, что для этого непосредственно уже в ходе процесса гособвинитель должен обратиться к суду с просьбой о расширении вот этого списка обвиняемых. И затем суд, в зависимости от того, на какой фазе это будет сделано, примет решение либо об отдельном делопроизводстве, об отдельном судебном процессе, либо о том, чтобы в рамках этого судебного процесса привлечь к ответственности или вынести решение по новым обвиняемым. И тут весь вопрос, на самом деле, и в том, хватит ли у голландского следствия, ну, скажем так, воли, решимости, в том, чтобы по этой цепочке, по этой цепочке соучастников преступления идти дальше, наверх, очевидно, в сторону Москвы. И вопрос, как высоко, как далеко наверх. В любом случае, этого не произойдет, как нам сказали сегодня, в частности, представители федеральной австралийской полиции, входящей в совместную следственную группу. Этого не произойдет в ближайшие дни и месяцы. Лишь заседания по нынешнему процессу уже расписаны до середины 2021 года. Как читают ряд экспертов и юристов, присутствующих здесь, сам этот беспрецедентный процесс может и вовсе затянуться аж на 5 лет. Ну, слушания, которые уже начались сегодня, возобновятся завтра, и мы будем следить за тем, что здесь происходит. Гарри. Костя, большое спасибо. Шеф Европейского бюро РТВА и Константин Гальденсвайк.